за эти благословения божьи скажем слава нашему богу бог нам дарует их обильно каждый день и милость его обновляется к нам и он нас благословляет хвала и слава нашему господу сегодня тема моей проповеди покажите мне монету я только что вспомнил что у меня в кушельке есть вот такая бумажка на написано 10 тысяч это с аргентины нет я не богатый потому что это всего лишь 8 долларов но почему я это сегодня вам показываю потому что на этой бумажке есть лица которые вами мне ничего не говорят это лица скорее всего говорят что-то людям которые живут в аргентине и эта бумажка она здесь ни к чему не годно просто сувенир на жаль конечно даже ее не поменяют потому что связи с тем насколько сейчас меняется валюта в аргентине но она сейчас полностью здесь бесполезно братья и сестры есть определенные слова иисуса христа где он сказал покажите мне монету я сегодня об этом хотел бы немножко с вами поговорить учение иисуса христа но было очень привлекательным в времена когда иисус христос ходил по земле и почему иисуса христа учение было на столь отличающимся от всех тех учений которые слышали люди в то время она была с авторитетом но еще интересно был факт того тот что иисус он знал сердца людей и он не говорил к в ответ их нему лицемерию но он говорил в ответе в ответ их не их не мотивации бог иисус христос знал что было в сердце человека когда задавался определенный вопрос ему и он мог отвечать и как раз отвечать в точку и отвечать так чтобы люди были в удивлении они даже не ожидали этого ответа и в этом как раз и дело было в этой истории но перед этим я хочу прочитать нам место священное писание это бытие 1 глава 27 стих бытие 1 глава 27 стих мы читаем такие слова и сотворил бог человека по образу своему по образу божию сотворил его мужчину и женщину сотворил их образ бога он является очень как бы вплетенный в наше существо потому что мы сотворены по его образу мы имеем образ нашего творца мы имеем образ нашего господа за это слава нашему богу как многие из вас помнят за меня за нас за братья молились за то что мы ездили в мексику воскресенье прошлое мы улетели вчера мы прилетели за этом благодарение богу и спасибо вам за вашу молитвенную поддержку в нас есть интересные очень свидетельства с этой поездки в том что в одном из племен когда мы проводили собрание после собрания подошел человек и попросил библию и с этим человеком началась беседа и после долгой беседы этот человек он отказывался от того чтобы действительно принять господа иисуса христа он говорил что я еще не готов мне еще не время моя жена ходит я просто хочу библию чтобы читать но братья почему-то бог их пивел так чтобы не не остановиться и продолжать с ним беседу и в один определенный момент этот человек разворачивается и начинает уходить и братья немножко так ну жалко говорят ничего себе он просто ушел но этот человек отошел немного остановился снял шапку взял свои вещи поставил их на землю развернулся и сказал я хочу принять иисуса христа почему я это говорю друзья дорогие конечно прославить нашего господа но второе что случилось было очень интересно видели бы его лицо друзья дорогие мы его фотографировали какая радость была на лице вот этого мужчины старшего мужчины у него была улыбка не знаю ли у него когда-то она такая была но этого человека пришла радость сердце господи иисус христос свой образ показал на лице этого человека друзья дорогие мы носим образ нашего творца для дорогие когда мы в этом мире да этот образ он сжатый этот образ ему не дается свободы но когда человек принимает спасителя когда человек принимает господа иисуса христа мы являемся образом нашего творца небесного слава за это нашему господу мотфея 22 глава с 15 стиха по 22 мотфея 22 глава с 15 стиха по 22 тогда фарисеи пошли и совещались как бы уловить его в словах и посылают к нему учеников своих с иродианами говоря учитель мы знаем что ты справедлив и истина пути божьему учишь и не заботишься об угождении кому-либо и не смотришь ни на какое лицо и так скажи нам как тебе кажется позволительно ли давать подать кесару или нет но иисус видел указ твоих сказал что искушаете меня лицемеры покажите мне монету который платится подать они принесли ему динарий и говорит им чье изображение и надпись говорят ему кесаря тогда говорит им и так отдайте кесарево кесарю а божьим богу услышав это они удивились и оставив его ушли отдайте кесарево кесарю а божьим богу друзья дорогие мы понимаем что когда эти люди прошли к иисусу христу у них была одна цель уловить его в словах уловить его в словах для того чтобы по 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 у него потерялось влияние на людей чтобы он сказал то чтобы не угодило никому чтобы иисус христос ответил так чтобы они могли на него вызвать какое-то противодействие и когда они задавали этот вопрос они понимали что если иисус христос скажет платите подать тогда евреи были очень сильно с ним недовольны потому что фарисеи учили что платить подать это не уважать бога они учили очень против этого и это был такой настрой мы понимаем ситуацию этого время римская оккупация израильского народа а если бы иисус сказал не платите подать тогда бы он делал вызов римским властям и тоже они это понимали что его могли даже за это арестовать мы знаем что не они не пришли за ответом они пришли для того чтобы уловить его в словах и погасить его служение но почему настоль удивились эти люди ответами иисуса христа я не думаю они удивились просто из-за того что он как бы сказал ну и здесь можно дать и здесь можно не дать я не думаю не удивились просто из-за того что он нашел какую-то середину и как и это так и было потому что иисус христос сказал покажите мне монету и друзья дорогие та монета которую евреи с радостью пользовались для своего добра та монета который они пользовались для того чтобы обогатеть сами себя иисус христос сказал покажите мне эту монету и он им сказал эта монета принадлежит кесарю если она принадлежит кесарю и вы ей пользуетесь большое ли дело чтобы кесар в обрат получил свое и это было очень мудрый ответ для них они этого не ожидали они не ожидали что иисус христос поменяет их не им отношения к римской власти иисус христос покажет им другой путь как можно на это смотреть но он это сделал но я убежден друзья дорогие что их неудивление было как раз из второй части того что иисус сказал потому что на примере этой монеты на примере того что они ему показали иисус христос преподнес для них очень важный урок словами отдавайте божье богу и я уверен в том что каждый из них понимал что образ божий находится в них а я думаю каждый из них помнил бытие 1 27 о том что они сотворенные по образу и подобию божьему но им просто нужно было это напомнить на примере этой монеты друзья дорогие мы все пользуемся долларами за другие на наших долларах также есть образы и наших долларов также есть лица президентов которые мы пользуемся для своего блага я сегодня не буду делать акцент пропади на этом но хочу сказать друзья дорогие и это нормально и не только нормально заповедь бога нашего иисуса христа давать кесаревом кесарю но на этом примере самое важное чтобы мы поняли что божье мы должны отдавать богу также как собственность динария была определена тем что образ кесаря и подпись кесарем было на этом динарии так же самым собственность наша друзья дорогие мы не принадлежим себе потому что образ нашего бога он есть в нас взять другие так же самым мы не принадлежим сами себе мы принадлежим нашему господу иисус христос сказал чтобы божьим мы отдавали ему чтобы господней вся наша жизнь она принадлежала для славы нашего господа чтобы в жизни нашей мы это приняли мы с этим согласились а и мы пристали перед нашим богом и сказали боже я не принадлежу сам себе господи я твой вся моя жизнь для твоей славы вся моя жизнь для того чтобы имя твое прославлялась и было больше и больше узнаваемо в людях чтобы через меня люди видели тебя чтобы через мое поведение через мою жизнь этот мир он сказал этот человек показывает нам бога я думаю мы слышали те истории когда в определенные места приходят люди и рассказывают местным людям о иисусе христе и рассказывает им о боге и эти люди говорят у нас есть такой он живет вот там за горой в том доме и они говорили о христиане и христиане извиняю по-русски не могу сказать о христианине спасибо друзья дорогие нас бог сегодня призывает к тому чтобы наша жизнь она была для того чтобы имя божьем прославилась есть такая книжка кто иисус и написал ее грег гилберт и он там такие слова краткие говорит вы должны отдать богу том на чем есть его образ мы созданы по образу божию друзья дорогие и мы созданы для того чтобы наша жизнь принадлежала ему сейчас дорогие мы созданы для того чтобы все что мы делаем было для славы нашего господа так как деньги так как вот эта валюта так как динария он был сделан для того чтобы он принадлежал определенному государству мы третий 2 0 р г로 я являемся гражданами неба мы друзья дорогие являемся граждан и того, который нас сотворил, который нас спас, который отдал за нас свою жизнь. И наша жизнь, она принадлежит нашему Господу. Друзья, дорогие, как мы сказали, что вот эта валюта, которую я имею с Аргентиной, ею пользоваться в нашей стране мы не сможем. Она является бесполезной для того, чтобы здесь ею что-то делать. Друзья, дорогие, так само и мы. Будучи созданы нашим Господом, носящий образ нашего Творца, друзья, дорогие. Мы не сотворены для этого мира. Мы там просто бесполезны. Там, друзья, дорогие, для нас нет ничего, чем мы можем заняться. Мы созданы быть в Царстве нашего Господа Иисуса Христа. Аминь. Друзья, дорогие, мы созданы для того, чтобы Господь мог пользоваться нами для Его блага, для Его целей, для Его Царства. Да поможет нам в этом Господь, чтобы мы каждый день в своей жизни понимали, «Господи, я принадлежу в Твоем Царстве. Я не принадлежу в Царстве этого мира. Я не принадлежу ничего тому, что, может быть, я хочу сделать или достичь в этом мире. Нет». Друзья, дорогие, нас, Господь Иисус Христос, искупил драгоценной кровью. Даже после того, как Господь сотворял нас по Своему образу, люди, они согрешили, они ушли от Господа, они оставили Бога. Иисус Христос пришел, умер за Тебя и за меня, чтобы опять вернуть нас в Своё Царство, вернуть нас, чтобы мы, друзья, дорогие, жили для славы нашего Господа Иисуса Христа. Наша цена, наша цена, друзья, дорогие, когда мы в руках нашего владителя. Друзья, дорогие, наша цена является тогда, когда мы находимся в правильном месте. так же само, как вот эта валюта с Аргентины. Она не имеет никакой цены, когда она находится во власти, скажем, нашей страны. Друзья, дорогие, наша ценность, она тогда настоящая. Наша ценность, наш потенциал, он тогда настоящий, когда мы являемся в руках нашего Господа Иисуса Христа. Когда мы, как глина, в руке горшечника являемся и поддаемся тому делу, поддаемся тем исправлениям в руках нашего Господа Иисуса Христа. А если мы за пределами этого, друзья, дорогие, если мы за пределами, и мы не хотим поддаваться воле нашего Господа, и мы не хотим поддаваться правилам и учению, и жизни той, которую предопределил для нас, наш Господь Иисус Христос, мы теряем нашу настоящую ценность, мы теряем наши предназначения, мы теряем смысл жизни, наш смысл жизни только в руках нашего Господа. Друзья, дорогие, Иисус Христос сказал, покажите мне монету. Иисус Христос сказал, покажите мне чье там изображение, покажите мне, кому эта монета принадлежит. И сегодня, мои друзья, дорогие, приглашение к вам, напомните себе, кому вы принадлежите. Давайте мы сегодня этому миру покажем, чья монета в руках нашего Господа Иисуса Христос. Давайте мы сегодня, друзья, дорогие, будем помнить и знать, что только в руках и в Царстве нашего Господа Иисуса Христос у нас есть смысл, у нас есть ценность, и у нас есть, друзья, дорогие, будущность, надежда и то, для чего мы можем жить для нашего Господа. Друзья, дорогие, будучи в Мексике, ездя по этих местах, я больше и больше понимаю то, что действительно только в руках Господа Иисуса Христа жизнь наша идет так, как она запланирована Богом. Когда смотришь на все то, что сделал Лукавый в этих племенах, эти люди живут очень далеко. Интересный факт с этой поездкой, друзья, дорогие, это в моей жизни самые отдаленные аборигены, в которых я был. Мы поднимались долго в гору, там средние элевейшн, это где-то 8 тысяч фит над уровнем моря. Люди там живут в горах. И мы в одно место поднимались, и туда было тяжело добраться. Вен наш не мог туда ехать. Мы заскочили в Берово-Пикапшак, и мы туда поднимались. И когда мы туда приехали, на взгляд эти люди выглядят святые. Я думаю, многие из нас, может быть, хотели бы, чтобы наша церковь так выглядела, а не все в длинных платьях. И, честно, что интересно, все сестры завязаны в таких платочках, как наши сестры. И ты приезжаешь, ты смотришь, как будто все нормально. Но когда ты начинаешь смотреть на ихнюю жизнь без Бога, когда ты начинаешь видеть девочек, которым по 17 лет, с детьми в руках, и нету мужей, когда начинаешь спрашивать и узнавать, в чем дело, насколько враг насмеялся над этими людьми, которые не знают Бога, ты понимаешь больше и больше, что эти люди не являются в руках своего владельца. Эти люди являются в использовании мира этого, и они не имеют смысла жизни. А Бог нам даровал. Друзья, дорогие, Бог нам открылся. Бог взял нас в свои объятия, взял нас в свои руки, и Он нас ведет. Слава Ему за это. Он нас направляет, друзья, дорогие. Он дает нам смысл жизни, Он дает нам ценность. И мы понимаем, что в руках нашего Творца у нас есть сила, у нас есть спасение, и у нас есть ценность, друзья, дорогие. Это поможет нам Бог. Я хотел бы, чтобы в этой молитве мы помолились о двух вещах. Помолились за тех людей, которым на протяжении прошлой недели Бог дал нам возможность свидетельствовать. Помолились за этого брата. И еще несколько у нас есть таких свидетельств, за тех людей, которые действительно пришли к Господу. Которые открыли свои сердца, чтобы Бог их держал, чтобы они оставались в Царстве нашего Господа Иисуса Христа. И каждый из нас, давайте мы сегодня заглянем в наше сердце. Являемся ли мы в руках нашего Бога? Являемся ли мы в том использовании, в котором предназначил нас наш Господь? Да поможет нам всем Господь. Склоним наши колени и помолимся. Аминь.